Цветы только распустились. Чтобы они продолжали украшать городские улицы, нужно бережно за ними следить. Группа школьников пропалывает клумбу. Сорняков много, поэтому работают по несколько человек. Это один из объектов, на котором сейчас работают школьники. Цветник на улице Химиков. Ребята чистят клумбу от сорняков, поливают растения. Всего таких объектов по городу будет порядка 20 на обработку одного. У них уйдет плюс-минус один четырехчасовой рабочий день. Вадим Сафин на новом рабочем месте с 1 июня. Опыт, говорит, есть. Подобное ему приходилось делать у родителей на даче. Правда, за это ему не платили. Сейчас же есть возможность обеспечить себя на лето деньгами. Юноша решил, что первую зарплату потратят на улучшение компьютера. Пришел, чтобы город сделать более красивым и заработать деньги на карманные расходы. Трудоустроенных школьников делят на две группы. До 16 лет и до 18. Младшие трудятся с 7 утра и до 11 часов. Остальные на час дольше. На данный момент в МУП КПБ трудоустроено 14 детей из разных школ города. Они нам очень сильно помогают. Потому что основные цветники у меня еще не посажены. То есть основной мой коллектив садит цветники, а ребятишки уже начали прополку. То есть за детами нужен постоянный уход. Поэтому от них очень большая помощь нам. В прошлом году в МУП КПБ за лето поработало 50 учащихся. В этом году обеспечить работу планируют до 30 школьников. Кроме прополки клумб, детям предлагают ухаживать за газоном. Есть задачи по ночному поливу клумб. Правда, допускается к ней только совершеннолетним. Алмазка шеф, Артур Халин, Новости НТР.